Так уж сложилось, что губернаторский день во дворце независимости обычно четверг. Но эта рабочая неделя Александра Лукашенко началась со встречи с делегацией Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров рассчитывает остаться еще и на форум регионов. Но вообще почву для заключения соглашений в Минске готовили заранее. Понятно, почему АвтоВАЗ вышел из отношений с французами из Рено со статусом «Все сложно». С автокомпонентами и комплектующими, чтобы выйти на прежние мощности. А на заводе в Тольятти выпускали около 70% всех автомобилей в России. Как никогда нужна помощь союзников. Александр Лукашенко только за. Вы не просто близкие люди нам. Вы наши люди. Вы приехали в Союз Беларусь. Так будет всегда. Последние события последних лет и дней нас в очередной раз убеждают, что нам надо быть вместе. Нам нечего делить. Как только начнем делить, нас разделят. Выгодно ли Беларуси и России быть вместе экономически? Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили на встрече в Санкт-Петербурге. Дело стоит своих полутора миллиардов. По совместной программе импортозмещения наша страна уже наметила 15 проектов. Вот 10 проектов – это то, что России нужно. А 5 проектов – это могут товары пойти куда-то на внешние рынки из Беларуси. Это вроде бы неинтересно. Но молодец Путин. Он говорит, нам все интересно, потому что для того, чтобы продать в третьих странах на внешних рынках, товар надо у Беларуси произвести, а там больше половины комплектующих из Российской Федерации. Так что в чем невыгода? И было решение, это вы должны учесть, что без всяких оговорок. Те полтора миллиарда, о которых я говорил, по импортозамещению на Беларусь, выделенных из ресурсов России, они должны немедленно реализованы. В противном случае мы приведем к тому, что породим внутреннее недовольство людей и повторим то, что было при распаде Советского Союза. Помните, из-за стиральных порошков и куска хлеба мы породили недовольство людей. Но потом никчемные политики добавили, и страна огромная, империя развалилась. И вот мы сейчас пожинаем эти плоды. Поэтому этих ошибок допускать ни в коем случае нельзя. Времена, когда завод Тольятти гремел на весь Союз, а «Жигули» были вожделенной мечтой советского человека, прошли. Но несмотря на токсичный контекст взаимоотношений с западными партнерами, для Белоруссии и Самарской области время возможностей. Нужно выходить 700 миллионов долларов на более солидный товарооборот в 1 миллиард, уверен Александр Лукашенко. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос, прежде всего, нашей России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим. Задача нашего правительства ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворёнными. Мы об этом много в последние дни вели речи с президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один. И мы договорились, что мы очень жёстко будем контролировать этот процесс импортозамещения. А замещать импорт всем причастным нужно без чудес. То есть работать в общих целях без волокиты, бюрократизма или других преград. Белорусский экспорт в Самарскую область уже прирос. На более чем 20% российские товары стали импортировать меньше. Но в списке наших покупок есть и подсолнечное масло и подшипники. Этих позиций стали брать больше. Александр Лукашенко вообще не против сбалансировать торговлю. Мы готовы поставлять мебель, продукты питания, лекарства, технику, будь то строительное, коммунальное или лесозаготовительное. По сути, российским потребителям из любого региона. Хорошо, что мы в последние годы начали замещать импорт своими компетенциями. Немного не успели. Экспериментально произвели для лесозаготовительной техники коробки передач. Двигатели у нас есть в России, Белоруссии. Мосты там, головки эти для заготовки и пиления дерева. Но не успели поставить на серийное производство. Я вот президенту это все разложил и говорю, без этого же мы не обойдемся. Но вы знаете, что особенно Россия не обойдемся. И это наша, как я сказал, другая нефть. И под это сегодня, чтобы все это развернуть, как импортозамещение, надо от 200 до 250 минимум миллионов долларов. Он говорит, это интересный проект. Мы должны его изучить и обязательно продвигать. Александр Лукашенко плавно подводит к идее промышленной кооперации. Об этом явно предметно думали и губернаторы-заводчане. У нас было за первый квартал хорошая динамика и текущего года. Но потом сказалось в том числе те сложности, которые возникли на автовазе. Кстати, уважаемый Александр Григорьевич, это одна из тем нашего визита. Мы взяли спецификацию с автоваза, крупнейшего производителя автомобилей в нашей стране. Заблаговременно. Александр Григорьевич, мы несколько месяцев готовились к визиту. Мы заблаговременно передали коллегам и уверен, что найдем перспективы для сотрудничества, которые, с одной стороны, позволят выйти на ритмичную работу нашему автогиганту, а с другой стороны, конечно, будет выгодным сотрудничеством для предприятий Беларуси. Как уже нашли Беларусь и Санкт-Петербург. Александр Лукашенко, скорее всего, не случайно напомнит о деловых связях с губернатором Александром Бегловым. Беларусь готова подставить технологическое плечо из Самарии, поделиться опытом в разных отраслях. Но главное, довести до конца все белорусско-российские совместные проекты. Ответственных лиц, которые здесь, хочу предупредить, что все, что мы пообещаем, должно железно быть выполнено. Смотрите, чтобы мы не сорвали ни один проект. Это не благотворительность. Я тоже Путину сказал, когда встречались с Бегловым, говорю, что тысяча автобусов для нашего предприятия масс, для которого автобусы – это дело второстепенное. Это огромный заказ. Выполнить бы нам этот заказ, а есть еще и другие. Петербуржцы ездят на транспорте на газомоторном топливе, который делают у нас. Тема актуальна для Самарской области. Задачу более активно использовать в автомобилестроении газомоторное топливо промышленникам региона ставил Путин на тематическом совещании во время Петербургского экономического форума. И говорить первому тогда о проблемах отрасли пришлось как раз автовазу. Своих сил по локализации автокомпонентов региону не хватает. Действительно, одна из тем – возможности расширения сотрудничества автоваза и Республики Беларусь. Вот, кстати, мы продолжили разговор на эту тему, и Александр Григорьевич Лукашенко дал у касания очень внимательно отнестись к этому вопросу, расширяя здесь сотрудничество, повышая степень локализации производимых автомобилей как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации, развивая здесь тесное сотрудничество. Здесь огромное поле деятельности. Как и компетенции, которые можно подсмотреть у Беларуси. Делегация побывала на Амкадоре, сверили часы в правительстве, встретились и с учеными. В Самарской области работает Центр инженерии будущего. Его цель – объединить науку и реальный сектор экономики. Так что опыт Беларуси кстати. Мы будем концентрировать наш потенциал, наши кадры с белорусской стороны. Они тоже будут подключать, концентрировать кадры с российской стороны. Мы будем выделять финансирование, и они тоже самое, и получать совместные разработки. Если в экономическом плане пока не все, что хотелось бы объединять Беларусь и Самарскую область, то вот память о героическом прошлом мы сохранили. Делегация привезла документы героя Советского Союза Николая Колычева, почетного гражданина Минска, одного из первых танкистов, который 3 июля 1944 года прорвался в столицу. Он захоронен в Самарской области, но его военный билет будет теперь храниться в нашем музее истории Великой Отечественной войны. Такие вот связи прошлого и настоящего. А для будущего нужно выполнить до точки и запятой все то, о чем Беларусь и Россия договаривались на всех уровнях. Александр Лукашенко уверен, сама жизнь указывает этот путь. Главное – идти по нему, опираясь на свое. Наталья Тарасюк, Сергей Янковский. Наши новости.